МИГРАНТЫ В РОССИИ 23 августа депутатами Нижней Палаты Парламента Таджикистана были внесены поправки в закон об упорядочении традиций и обрядов. Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры, знать государственный язык и носить национальную одежду, говорится в поправке к части 4 прим. 1 ст. 14 данного закона. Таким образом, режим Рахмона после двух лет борьбы против ношения хиджаба, что в свою очередь породило в таджикском обществе огромное недовольство, официально узаконил запрет на ношение женской исламской одежды. За нарушение данного пункта закона предусмотрено наказание, о чем заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи и социальной защиты граждан Хилалби Курбонзада. Также она пояснила, что в ближайшее время правительство Таджикистана подготовит специальное распоряжение с рекомендациями по поводу ношения национальной одежды. Парламентарии единогласно одобрили 11 поправок в закон об упорядочении традиций и обрядов. Примечательно, что поправки также запрещают и другие религиозные традиции. Проведение обряда праздничного жертвоприношения в честь рождения ребенка Акика, торжественные встречи паломников из Мекки после хаджа, хаджи-оши и поминки. Кроме того, отныне запрещается организация угощений в честь ритуального обрезания мальчиков Суннат. Трудовые мигранты из Центральной Азии в России столкнулись с новыми вызовами. Теперь сотрудники ФСБ требуют от них доносить на своих земляков. Уроженцы Таджикистана Ширинджона Каландарова остановили у входа в метро двое мужчин в гражданской форме одежды. Они представились сотрудниками ФСБ России, проверили документы и содержимое его мобильного телефона. У меня документы были в порядке, не нашли ничего криминального и в мобильном телефоне. После этого они отвели меня в укромное место, записали номер телефона и сказали, что я отныне должен им сообщить о всех подозрительных земляках-мигрантах. Будешь доносить и деньги получишь, сказали они. Когда я отказался, они перешли к угрозам и дали мне неделю на размышления над их предложением, говорит Ширинджон. Вечером, когда он рассказал своим землякам о случившемся, оказалось, что такая история произошла и не только с ним. Карим Джон Йоров, глава организации ЭТМОС в Москве, говорит, что сотрудники ФСБ часто угрожают депортацией мигрантам, которые не соглашаются доносить на своих земляков. Только за последние дни 8 мигрантов из Таджикистана рассказали мне о шантаже со стороны ФСБшников. К нам, в частности, за юридической помощью обратился житель Таджикистана, который недавно перебрался из Тулу в Москву. Сотрудники ФСБ предложили ему сотрудничество, он отказался. Сейчас ему грозит депортация из России, несмотря на то, что у него все документы в полном порядке. «Мы обратились в суд и попросили рассмотреть его дело в рамках закона», — говорит Йоров. По словам экспертов, вербовка мигрантов российскими спецслужбами практикуется уже давно. Но после задержания 14 августа группы подозреваемых в подготовке якобы теракта в московском регионе она значительно усилилась. Напомним, что 14 августа по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта была задержана группа лиц, трое из которых — Сиевуши Даврон Зода, Давлатер Хаджиев и Сулеймон Бурхонов — являются гражданами Таджикистана. В Бабаджан-Гафуровском районе Сахдийской области Республики Таджикистан за соблюдение ислама на пять лет осужден местный житель 32-х лет Убайдало Шарипов. Судба Бабаджан-Гафуровского района и признал виновным и осудил Убайдало Шарипова по статье 307 Прим. 3, часть 2 «Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности УК РТ». По словам судей, Шарипов был задержан сотрудниками управления Госкомитета национальной безопасности по Сахдийской области в мае 2017 года. В ходе судебного процесса установлено, что осужденный в 2014 году добровольно вступил в ряды запрещенного в Таджикистане религиозного течения Салафия и до момента задержания продолжал вести религиозную пропаганду. Субтитры создавал DimaTorzok